Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь Стан». 17 том. Вопрос. 3 170. Нельзя ли детям вставать не в 5 утра, а хотя бы в 7 часов? Может, тогда больше было бы детей в вашем лагере? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Можно. Нынче я спросил мальчика Серёжу Василенко, во сколько он встаёт дома. И он ответил, что в 11 часов. Так что вставание в 7 утра для кого-то будет слишком рано. У нас такой устав, и мы его не намерены пока менять, ибо 33 года практической работы в лагере дают вполне сносную наработку. И могу засвидетельствовать, что нарушения идут в нарастающие к вечеру и в ночи. Вот только что две конкурсантки, мисс Красота в Мордовии, погибли от рук встающих поздно, когда шли с дискотеки. Рано вставать, значит, успеть многое ещё до завтрака. Почитать Евангелие, не спеша помолиться, поработать, искупаться. 42 раза в Библии сказано, а встающих рано. Бытие, 19 глава, 27 стих. И встал Авраам рано утром и пошёл на место, где стоял пред лицом Господа. Бытие, 28 глава, 18 стих. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. Бытие, 31 глава, 55 стих. И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих, и дочерей своих, и благословил их. Исход, 8 глава, 20 стих. И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицом фараона. Марка, 1 глава, 35 стих. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Сирахова, 31 глава, 22 стих. Здоровый сон бывает при умеренности желудка. Встал рано, и душа его с ним. Тавита, 9 глава, 6 стих. И на утро рано встали они вместе и пришли на брак. Дети очень быстро привыкают к раннему вставанию. Мы же ложимся намного раньше деревенских. Притом, зная, что завтра непременно вставать рано, они уже себя сокращают в рыбалке, в играх, в футбол и на сеансы в кино. Если безбожники пытаются нам подражать, то им это не будет на пользу, ибо не будут же они молиться, читать Евангелие. Псалом, 126, 2 стих. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Спрашиваю детей диакона, когда они придут в лагерь, а они заотнекивались великой занятостью и повторяют слова родителей. Спросил, что читали сегодня из Библии? Ничего. А вчера? И вчера ничего. Вот так и растут верующие деревни, как бы в верующей семье. Корм безбожеству. И знают же родители немалые проступки своих детей и уже страдают от них, от безбожного поведения. Наши дети в лагере, вставая рано, быстро навыкают доброму. Деревенских мы могли бы отдавать на день домой. Им главное утром рано вставать, помолиться, почитать Библию и послушать наставления. Задачу набрать многих мы никогда не ставили. Нынче, как и каждую весну, начинаем все с нуля. Даем объявления и ждем звонков. Прошла неделя, опубликовали все газеты, а это почти 100 тысяч экземпляров и один звонок. Но вот наша старшая воспитательница Наталья Приходько решила уволиться с работы продавца и приехать в лагерь, которому уже полностью 12 лет отдала. Вечером она заявила эту радостную весть и утром сразу до десятка звонков, чтобы попасть к нам в лагерь. Иначе, как чудом не назовешь, что когда нет работников и воспитателей, то нет и кандидатов к нам. Исаии 40 глава 26 стих. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Подземный крот опустошает грядки, невидимо съедает корешки. Полив идет, как будто все в порядке. Не помогают сверху порошки. Не выследить, не взять ночного гостя. Лишь земляные кучи в огороде. С кого и кто? За сгинувшее спросит. Трудился и потел, как надо вроде. Пока не будет пойман и отправлен. И отравлен грозящим голодом ближайшую зимою. Не оставляющий моим детишкам грамма и не считающийся даже и со мною. Душа расслышала святое благовестие. Раскаянием вспахано глубоко. Богопротивное, чтоб в сад наш не пролезло. В тыл не зашло ни спереди, ни сбоку. Иначе винограднику капут. Сомнения пролезут за неверьем. К небодрствующим сколько приведут, что только ахнешь, не закрывши двери. И будет яролаж в душе, в семье. Классические взлеты и падения. О чем и мыслить раньше не посмел. То вызреет, в пожухлый вид оденет. На исповеди плачь, что нет побдел. Что не побдел. Рабом негодным был высокомерным. И пустоцветьем сад зацвесть успел. Не ангелы вокруг, а только звери. Дочь блудница и сын стал наркоман. Жена толстеет, сродни бегемоту. Нет чтения Библии, молитвы по утрам. А сын второй стал пьяницей и мотом. В бессилии сумели достучаться и к сильному припасть, прося на помощь. Бог Иегова выявит несчастье и вырастет на удивление овощ. 22 июня 2006 года. Игла.